Фёдор Погорелов Но темп мы зададим соответствующим Ну что-то же должно быть правдой Я иногда слушаю Кали Минок, но и в этот момент я никуда не бегу Понял Не могу себе представить Это себя бегающим без повода В виде ворот на другое половине поля А Александр, судя по его инстаграму Регулярно Размахивая хэштегом у балтийской молодежи Развлечения свои Стремится куда-то по Таврическому саду Один раз, даже два Вчера нет, вчера на роликах На роликах с ребёнком Аэробная, да? Просто кардио Ну а бег это тоже кардио К разговору про музыку В Новосибирске Объявлен выговор учительницы, которая Разучивала вместе с Школьниками на уроках музыки Владимирский централ Михаила Круга Главную свадебную песню России Песня, которая звучит всегда На всех торжествах С определённого момента Она звучит на всех торжествах Может быть ты просто уходишь раньше, чем она Может быть и так происходит Скажем так Мне нравится смелость этой женщины Вот в этой попытке нащупать Тонкую грань Сцепочку между педагогом И аудиторией Она решилась На этот мощный педагогический эксперимент И вот эта тоталитарная структура школы Так Покарала её выговором Какую бы песню Вот, Саня, представь, ты учитель Учитель музыки Да И для того, чтобы установить контакт с учениками Какую песню бы ты Разучил? То есть ты так мало их знаешь Мерещится то ли большая, то ли малая медведица То есть пошёл бы, по-моему, и троллю И остался бы непонятный И был бы выгнан из школы за пропаганду Как в этом скетче в журнале «Ирала» И в Хазаново стреляют Да Стреляют жёванной бумагой Ну, на самом деле У нас была Я не слушаю Александра Розенбаума Но у него есть песня Про то, что он любит возвращаться в свой город Прокуренным гостем И я недавно Не дали как вчера Почему-то вспомнил эту фразу Или позавчера Прилетев, видимо, откуда-то Но я эту песню никогда не слышал Но Учительница литературы в пятом классе Мы писали то ли изложения То ли вот сочинение Как-то там какое-то у нас было задание По этой песне И я реально запомнил это на всю жизнь Хотя самую песню никогда не слышал Но я знаю, что это песня Розенбаума Я знаю, что там есть такие слова Потому что мы разбирали образность поэзии Розенбаума И в тот момент И, собственно, с тех пор Я ничего больше не помню про эту учительницу Но помню, что вот она давала нам эту песню Розенбаума И поэтому помню, как её зовут Обалдеть Я бы выбрал, конечно, песню «За страхуй братуха» Нагана И Лабутен и Ленинград Мне кажется, для того, чтобы установить взаимодействие с современной молодёжью Достаточно этих двух исполнителей Владимирский Централ — это уже, конечно, какой-то пенс-эфэп Пенс-эфэп, не очень, да? Носику сегодня влепили 500 тысяч За разжигание вражды к серийцам Да, я видел Но, видишь, тут же как бы весь разговор шёл про то, что Его могут просто посадить И поэтому 500 тысяч, видимо, не очень Хотя защита сказала, что готова с этим Апелляцию подавать Кстати, Носик сам не извинился, но сказал Но признал, что перегнул палку Ещё на прошлом заседании он сказал, что он признаёт, что он перегнул палку Но извиняться ни за что не собирается Тебе беспокоит то обстоятельство, что за 282-ю прилетают штрафы, могут прилетать строки И всё это, на самом деле, условно говоря, за лайк, расшар и пост в Фейсбуке Честно говоря, я недалеко это изучил, этот вопрос В случае с Антоном Носиком Но это случай отдельный Поэтому мы не можем его обсуждать в этой плоскости со всеми остальными А то, что остальным прилетает за лайк, расшар и репост, наверное, это не очень хорошо Просто Носик всё-таки не в той позиции обычного блогера Да, никому неизвестного, который там нажал, где-то перепостил и так далее У него всё-таки общественная фигура Он опиннинмейкер, да Да, и он известный человек, безусловно И к нему такое отношение Ну, точнее, его читают Конечно, если Васю Васечкину какого-нибудь третьеклассника из Тотьминской школы номер 2 С углубленным изучением английского языка Прикроют за то, что он в Канташе За мемы за МДК Ну, например, да Ну, это, наверное, странно будет Я не поддерживаю Но, с другой стороны, видишь Если уж серьёзно про это говорить Ведь и не произошло лишение свободы Не произошло Да А это значит, что это дело забудется очень быстро Если Носик не будет напоминать о нём Регулярно сам Регулярно в Левчонках, да Правительство Российской Федерации предложило ввести штрафы за нелегальное скачивание кинопродуктов Какие? Просто штрафы Просто штрафы Ладно Сумма разрабатывается Порнопродукции? Просто кино Ты скачал Нелегально, да? Нелегально Получив штрафы Ну, ты пришёл на зеркало Рутора Ты пришёл на зеркало Рутрекера Вот это вот всё через Тор Тебя оштрафовали Напал микрофон Извините Вот, тебя оштрафовали Ну, что делать? Нет Здесь, мне кажется, важно понимать, что по многому это, конечно, Чаполина Налог на воздух Да Ребята молодцы, реально работают Ребята молодцы, но с другой стороны Водку дешевле Да Чтобы из анабиоза мы не выходили Мы же почему пьём? Извини, потому что у меня ещё холодно Ты тоже, да? Начал зевать страшно от холода Закрой просто так Ну, да, действительно, из анабиоза Спасибо большое Я реально задубел просто здесь сидеть И не могу до него дотянуться Да Водка дешевле Анабиоз И мы, бац, скачиваем Где деньги-то брать? Правильно За Фильм Ля Пиовра Ля Пиовра Например Ну, видишь ли Я же на другой стороне Этой Палки Я-то из тех, кто платит за контент Поэтому я как раз Ты портишь нам Всю малину Всю нашу пиратскую малину Не получится ничего у вас Да Я плачу И все, например, под пластинки Которые последние выходили Всех наших там друзей и знакомых Я все сознательно купил в iTunes Не уверен, что они получат от этого много денег Там как-то раз в полгода Эти royalty им отчисляются или что-то Но я надеюсь, что То есть я вот это делаю сознательно И всегда, когда там на других платформах Я что-то музыку покупаю Я стараюсь купить Но Конечно, нельзя забывать, что Есть варианты там более дешевого Приобретения контента, да Ну, условно, ты Стриминг какой-то там покупаешь Себе абонентку там за 100 рублей И вот ты смотришь И вот когда за это окажется, что это тоже Пиратская какая-нибудь дрянь И за это будет прикрывать Вот это будет гораздо хуже Мне кажется, в правительстве Российской Федерации Сидят сверхпрофессиональные Замечательные, опытные Так Мастеровитые люди Да Мы подождем Подождем, да Хорошо Потому что к сервису, например А мы не можем называть его Наверное, да? Нельзя же называть Это будет реклама Платный сервис контента Но вот есть Это начинается на первую букву алфавита Да Спасибо У меня, например, вопросов нет вообще Те деньги, которые они берут За вот это То, что они делают Я Более того Теперь им переводят ребята Которые переводили раньше Типа кубик в кубе И еще какие-то смешные Которые кубик в кубе переводил Теорию большого взрыва Денис Нет Не, не кубик в кубе Это называется Теория большого взрыва Кураж бомбит Кураж бомбей Спасибо большое Теперь Теперь Кураж бомбей Переводят им сериалы И Меня вообще все устраивает Круто Стоимость Не изменилась Нет, стоимость не космическая Это не какие-то безумные Там тысячи рублей Месяц Да Вообще не так Это не те деньги Поэтому Если от этого кому-то лучше Ну и хорошо Потому что Сливать этот Рокетбанк Зато я не слушаю про этого Он такой же как Харви Только банк Рокетбанк Понимаешь Вот этот Я не слушаю Эту фигню В переводе Ты не слышал Нет Ну эти Про этих Юристов Сериал Называется Белые ротнички Да Форс-мажоры Форс-мажор Да И вот там значит Спонсор программы Банк А их уже нет теперь Банк Траст Харви такой же Как Брюс Виллис А Траст Это банк Значит И вот такие штуки И это прямо В начале серии Первый раз Это смешно Но на пятый Сезон длинный Да-да А потом это надоедает Понимаешь Сезон длинный И когда потом Рокетбанк Он такой же как Харви Только банк И уже невозможно Вот все Есть новость про город В котором ты недавно был Такой сейчас Дррррррррн Такое сменится Про орел Это Извини Это примерно Тридцать один город назад Ну-ну В Орле Открыли памятник Ивану Грозному Ну нормально Там вообще В Орле В принципе интересно Там есть памятник Карлу Просто мне было интересно Любопытно Обсудить Именно эту новость С тобой Как с человеком С большой земли Который был недавно В Орле Ну что ж Орел Хороший город Там было 450-летие в этом году Губернатор города Орел Я так понимаю Представитель коммунистической партии Российской Федерации Тот еще Орел Ты знаешь Мы не общались Сложно так уверенно про это сказать И там действительно я видел Портреты с Иосифом Иосифовичем Сталиным На улице И там когда было празднование Одно семантическое поле Приехал туда Когда мы там были Приехал Жириновский Приехал Зюганов На официальное празднование Много людей Город не выглядит Грязным Но на 450-летие Город не выглядел грязным Нигде Нет такого города Как я должен это прокомментировать Может быть есть какая-то Отдельная Может он оттуда Может он из всех краев Кто? Иван Гросс Я знаю что это не так Но это не вполне Ну может быть просто так вот А прям большой памятник? Не бюстик Ну понятно Не в краеведческом картинка Но там очень Если без иронии говорить Очень ответственно относятся к памяти О Великой Отечественной войне К Курской дуге конечно И ко всем сражениям Которые были неподалеку И действительно для людей Если в Ленинграде Все-таки эта тема связана Больше с блокадой То есть у нас Как у меня Как у Ленинграда У меня такая прямая связка Война-блокада То у них вот эти сражения Война-курская дуга Война-курская дуга Война погиб Погиб там дед Война погиб Ну более старший видимо отец Война там Те-то умерли Этих угнали В плен я имею ввиду И это очень яркое воспоминание у людей И про это очень много говорится Очень много говорится То есть для них это Действительно Ну это я думаю Дискурс города воинской славы Да, наверное Ну то есть Он не очень большой же Еще при этом город Орел И поэтому На это очень много Обращается внимание Ну и я думаю Что совершенно правильно Просто Как-то я не знаю Как комментировать Про памятник Гроз Ну что я скажу Ну поставили Все хорошо Ты хотел со мной это обсудить Да, да Мне было интересно С тобой как знатным Туристом в Орел Я знатный турист Может быть мы перейдем К следующему эпизоду Нашего эфира Последняя точка На блокаду Сегодня обстреляли Доском энергии Да, да Дырку в ней сделали Полиция проводит проверку Я прочитал На фонтанке Это в новостях Некоторым образом Трубы просто горят Понимаешь Понимаю Да Мясенка И погнали И погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому